И снова всем привет! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И мы уже сделали вибрационные техники. Вот так вот глубоко внедрение было в тело человека через палец, да, подбитие остистых отростков. Мы уже работаем с костями, вы понимаете? И дальше входим все глубже и глубже в тело человека, переходим в кулачковую технику. Сет номер три кулачковой техники. Значит, наш принцип такой. Если где остановились, там мы не продолжаем. Рука превращается в лапу леопарда. Это, значит, кошка поджимает когти так, чтобы не выступали пальчики, не вот так, а вот так. То есть получается вот такая чашечка, брусичка, как бы, да. И работаем, соответственно, вот этими костяшками. Вот лапу леопарда просто растираем. Техника шестеренки называется, когда по кругу мы вот все округлые поверхности вот так вот прорабатываем. Следующий прием техники шестеренки, когда друг на друга они вот зажимают ткани. Вот так вот зажали и прокрутили. Руки, как видите, работают в противоположные стороны. Потом захват лопатки за три зоны. Раз, два, три. Оно должно легко подниматься от стола. Если будете делать пальцами, то тут и щекотно будет, и больно, там лимфоузлы, да. Костяшками тоже особо не упирайтесь, а захватывайте прямо вот так вот, все ладони. Так будет мягче. Вот такой вот нюанс. И теперь техника пинг-понга. Вот мы перекидываем лопатку из руки в руку. Идем сверху, ну, от уголка плеча, да, до верха лопатки. Она как бы вываливается и плюхается так на стол. Это нам подсказывает о том, что легко работает лопатка и не укорочена мышца передняя грудная, которая ее прижимает к столу. Следующий прием, то же самое, так вот с вибрацией, с такой. Вот мне выпало просто раз и плюхнулось. Далее вся спина целиком. Лапа леопарда, двойной кольцевой захват. И это вам уже не классика, да, когда мы просто пальчиками, а это уже пожестче. Прям пожестче до глубоких мышц. Все вот до покраснения доводим. Получилось две линейные проходы сюда и обратно вернулись сюда. Теперь пощипывания, вот такие с прокруткой, где можете захватить, там захватываете. И теперь техника метелка. Значит, все движения у нас начинаются от ягодиц к голове, в сторону к голове. Легко расслабленная ладошка, ну и вторую руку, вот так вот, разворот, балл там еще больше. Такое быстрое растирание получается инь-яньская техника. Тут горячая сторона янь, а тут инь холодная. Пациент даже может почувствовать, что там то холодно, то горячо. Не чувствуешь? Да, не чувствую. И она сразу же переходит в лапу леопарда. И опять мы начинаем с утяжелением растирать снизу вверх. Вот всю спину. Вверх делаем посильнее движение, назад полегче, но тоже движение есть. Тоже трение есть. Сразу переходит в кулак. И мы паравертебральные мышцы с вибрацией вот так вот раздавливаем, практически расплющиваем. Тут я делал кулаком. Если человек терпит, то прямо вот этими костяшками. Если не терпит, можно положить вот эту плоскость, да, будет помягче. То же самое, то помягче. Обязательно спрашиваем у человека, как нормально, терпимо, посильнее или полегче сделать, да. Люди вам сразу сами подскажут, чтобы ему было комфортно. Если у некоторых лопатки там или у женщин бывают поуже, да, то можно боком вообще сделать вот так, чтобы пройти между остистами и уголком лопатки. Иначе касание костяшками по остистам и по уголку лопатки, ну и по тазам, костям, это больно. То есть костяне по костям всегда больно. Поэтому старайтесь обходить такие моменты. Так, растерли. И дальше у нас техники шлюзов. Начинаются открытие ключей шлюзов и открытие шлюзов и спуск воды. Это вот сегодня на этих схемах нарисованы вот точки, где мы касаемся лопатки для подъема. Потом я вам сброшу в группу. Так, значит, берем снизу, прямо вот, опять наша цель отвести мышцу, мышцы паравертебральные от остистого отростков, как можно дальше туда. Значит, берем, внедряемся между ними и отодвигаем. То есть они прямо вот должны вот так вот разъехаться. Надеюсь, это видно, да, как они вот отъезжают в сторону прямо жестко костями кулаков. Это мы открыли ключи шлюзов. Теперь открываем шлюз и потекла вода, спуск воды идет. Ну, в нашем случае, конечно, не вода, а лимфа. Вот, отработанную зону мы всю лимфу сливаем. Вот туда, туда, туда. Возвращаемся назад. Ну, можно просто вернуться, а можно вот с покачиванием вот таким достаточно жестким. То есть мы захватили кулаком остистые отростки вот так вот, против большого пальца. И вот так вот их раскачиваем. Вот, захватил, видите, с утяжелением, вот все расшатал. Уперлись как раз в сустав ППС. И туда посильнее кулаком, прямо вот туда, близко-близко. Вот туда поглубже. Потом туда же пальцем уперлись. Лучше поближе подождите, видно вам. Ракушист, смените. Можно другой рукой. И прямо вот, промо, работали, расшатали вот это место ППС. Там есть связки такие, очень короткие. Здесь расстояние буквально 2-3 сантиметра. То есть еле, вот, еле два пальца вмещаются. Рейдка туда обращает внимание массажиста, но как раз здесь самые зажатые места. Вот это ППС, пояснище-подвздошная зона. И дальше нам будет интересовать КПС, крестцово-подвздошное сочинение. Не зона, а сочинение, связка. Так, крестцово-подвздошное. Вот тут тоже чувствуется бугорок такой, и потом раз падаем. Вот тазово-кость, она повыше, и чуть раз падаем. Получается, вот где ямочка, вот там она и есть. И большим пальцем проходим по всем, вокруг всех остистых отростков на крестце. Это же 5 старшихся позвонков, но на них все равно есть остистые отростки. Вот они. И вот эта зона, ППС. Вот КПС, отсюда сюда заходим. Здесь у нас будем продавливать еще вот эти вот места выходов нервных, корешков. То есть у нас же 5 позвонков между ними. Сколько получается отверстий? 4. Еще вот тут такая квадратная ямочка. Это будет точка акупунктурная на крестце. И место, где крепится копчик, тоже точка акупунктурная. Движемся сначала к хвосту. Вот так вот все нагибаем восьмерочкой. Нашли этот квадратную кнопочку, ее продавили. Это место выхода как раз конского хвоста. Пролибрировали так. И заодно стимулируют мочеполовую сферу. Избавляем мужчин от эректильной дисфункции. На копчик надавили. Бывает болезнь, она нам стоит потерпеть. Терпимо? Далее, вот место выходов нервов. Проходим, вот прям видно ямочки такие, через сантиметр. Ну, буквально как бы через пальчик. Мы как раз перешагнули. И вот там по этим точкам продавили с вибрацией. Это техника шиацун. То есть шиацун, по идее, мы должны винтиком винтиться в точку и вывинтиться. На ней жмется на эти точки 2-3 секунды максимум. И этого достаточно, чтобы активизировать. Но если не получается ввинчиваться, то тогда с вибрацией. Просто пробириживали. Нажали и пробириживали. Гребень по воздушной кости начинается от ямки. Где-то сантиметр выше чуть-чуть. И идет по диагонали. Чтобы вы не путали, потому что видимость ягодичных мышл тут заканчивается. Но по сути они крепятся ниже. Сам гребень вот где находится. Вот у мужчин сантиметрах на 5, у женщин бывает на 8 или 10 сантиметров. Вот на такую высоту гребень поднимается. Поэтому по диагонали, по месту крепления с этой стороны мышц мы проходимся по гребню. Ну, как проходим? Я, например, вот так палец вставляю. Можно, как хотите. Можно кулаком, можно просто пальцами. Место по самому гребню, по краюшку. И место крепления вот этих мышц, которые со спины уже к нему крепятся. Квадратные мышцы косые. Вот их проходим все. Разворачиваемся корпусом сюда. И у нас рука превращается в лапу леопарда. Ой, лапа леопарда превращается в куриную лапку. Это когда все пальцы расходятся в стороны. Вот так вот. Вот они поджаты и в стороны расходятся. Напоминает, кто видел куриную лапу, там, если, ну, живую, отрезанную, если подергать за сухожилие, то она так прям расширяет все свои пальцы. Таким мы вот вместе, вместе обязательно. И потом идут на расширение. Ставим пальцы на ППС с двух сторон. Эта рука, получается, от крестца мышцы отодвигает, а эта от гребня подвздошной кости отодвигает мышцы. Не путайте, не здесь мы делаем, а именно вот ягодицы. Уже пришли к ягодице. Раз, раз по очереди. Видите, у нас получается еще массируется ППС. Продольно, поперечно, продольно, поперечно. Вот с две стороны. Видите, такое короткое, это короткое движение. Наша задача мяса – делить от костей. А теперь длинным движением доводим до конца, до верцевой большой бедренной кости. Держи мышцы крепятся отсюда, вот они идут. Теперь хаотично, ну, например, шестеренками, вот так вот. Ткани позажимали, растерли, потом кулаками. По спирали, во все стороны. Раздвинули, соединили, раздвинули, соединили. Все практически проходим. Старайтесь сразу задействовать всю большую группу ягодичных мышц. То есть, все сразу тут проходим. Теперь встаем с этой стороны. Придавили таз. Здесь палец ставим на вертел. И у нас идут шестеренки вокруг вертела. Вот место крепления мышц здесь, по центру этих мышц. Поперек все движения идут. И по верхнему месту крепления этих мышц. Теперь кулаком то же самое. И вот туда. Движения делаем от себя и в сторону паховой зоны. Ну, во-первых, лимфу туда сгоняем. А во-вторых, ну, нам удобнее так вот в сторону делать движения, чем на себя. Легче производиться. Локти расставлены оба в разные стороны. Видите, что был упор. Упор, естественно, в таз. Не в мясо, не в бок, а именно в тазовую кость. Можно вертелу опереться. И теперь параллельные движения, продольные. Кулаком с вибрацией. По диагонали вдоль роста этих мышц. Вот получается. Четыре прохода встали на крестец. Достаточно жесткого тоже провибриживали. И по всей спине провибриживали. Чтобы не задевать ассисты отростки, я вам говорил, это больно, да? Мы их проводим вот между своими костяшками. Тут или вот тут. Может, даже и с утяжелением. Расшатали. Теперь декомпрессия. Значит, руки вот так ставим. Вот видите, они в разные стороны. Двигаются, как бы друг друга отталкиваются. Здесь в крестец, здесь в позвоночник. Отталкиваем дальше. Дальше. Всем утяжелением. Вес тела, именно видите, над человеком. То есть, по центру, между возделываемой зоной. Вот. Таким образом у нас поступает питание в диски. Диски межпозвоночные должны быть упругие. Они гидрофильны, но у них нет сосудов. Они напитываются из окружающей среды. Поэтому мы создаем такой искусственный насос, чтобы они расстынулись, расстынулись. И они как бы начинают дышать и напитываются влагой. Можно несколько проходов сделать. И теперь делаем захват. Остисты отростков. Вот так вот, между пальцами. Вот этими косточками, да, прям поглубже. Сверху утяжеление. И расшатываем их достаточно мощно и резко в разные стороны. Вот я до верха дошел, а таз все еще шевелится. Видите? Вот. На этом закончились у нас кулачковые техники. Дальше мы перейдем к коллективным техникам. Нож входит в масло, разрезая туловище наверх и низ. Ну, об этом в следующем видеоролике. Если вы не подпишетесь, вы об этом не узнаете. А если не придете на тренинги, то вообще ничего не получится. Потому что из видео многие нюансы утекают. А здесь мы ставим руки, отрабатываем все на живой натуре. Практика, практика и только практика. С вами был Олег Гудвин.